ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах мы сегодня все вместе машите привет мы сегодня ребята приехали погулять на новые пляжи на которых мы никогда не были мы находимся наверно называется микрорайон приморье рядом есть ребята отойдите машина рядом значит есть санаторий заброшенный органикидзе и кто не видел этот выпуск я ссылочку прикреплю под этим выпуском просто нажмете на нее и посмотрите очень красивое место я надеюсь что сюда вот куда мы сейчас приехали погулять здесь тоже очень красиво еще здесь начинается так называемая тропа здоровья который идет аж до моцесты мы тоже обязательно с вами прогуляемся но уже не в этом выпуске в этом выпуске мы хотим спуститься мог морю и показать вам какие тут пляжи ребятки давайте начинать и осматриваться как здесь погнали итак ребята смотрите здесь от дороги от курортного проспекта начинается такой серпантин и там висит табличка мол типа нет парковки но в принципе здесь вот так вот оставляют машины мы мы машину оставили там повыше хочу обратить внимание на вот эти вот красивые деревья что это елки такие не елки ели не пойму кто знает пишите в комментах да здесь природа в этой части сочи она вообще великолепная даже относительно адлера сириус там где мы проживаем где эти сплошное так сказать бетонное поле вот здесь по-настоящему очень красиво и интересно вон туда идет дорога вниз и наверно нам нужно будет с вами пройти именно туда вот здесь видите знак движение дальше запрещено и стоит шлагбаум поэтому мы поставили машину там надеюсь не эвакуирует хотя в сочи с парковками да целая проблема но в целом у нас вроде как получилось хочу сразу обратить ваше внимание что эта береговая линия идет вдоль железной дороги насколько вам сейчас будет видно просвета так давайте я вам немножко расскажу какие здесь есть пляжи да пока мы с вами двигаемся и так здесь вот начинается значит пляж вот мы сейчас с вами спустимся пляж быхта назван в честь горы быхта обязательно сделаем подъем на эту гору в следующих выпусках поэтому обязательно ребята подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать выпуски также есть здесь пляж санаторий имени арджиникидзе есть какой-то просто пляж здесь есть пляж лазурная вот в общем все что то есть так здесь идет забор я надеюсь у нас получится сейчас туда пройти я очень-очень на это надеюсь давайте будем пробовать так тёмик родик да ладно так вот такая тут ребята начинается территория красивый мне очень нравится вот эти вот пальмы которые вот пожелтели по зиме надеюсь они примут свой вид насенька это по пускам не сюда по пропускам вот сюда и так ребятки смотрите мы попали с вами на территорию а вот здесь вот вот по вот этой штуковине едет ездит как он фаникулер военный военный какой-то санаторий и началась вот береговая линия мы сейчас к ней поближе с вами спустимся обязательно потому типа видимо когда-то был проход но его заварили ребята мы прошли буквально 100 метров может быть даже чуть поменьше и здесь опять забор он как бы заканчивается и начинается уже посмотрите вот такая территория у нас были дожди всю ночь лил дождь и вот оттуда видимо спускаются остатки дождя так мы сейчас получать с вами выйдем на за радио прикольно так значит что мы тут видим вот и спуск к пляжам а вон туда я так понимаю пошла как раз а тропа здоровья ребята по которой нам с вами предстоит прогуляться поэтому давайте поддерживайте выпуски лайком именно этот выпуск поддержите сделать репост чтобы я собрался не знаю с детьми не с детьми она конечно очень длинная возможно местами где-то будет очень сложная потому что все-таки до горная местность там вот люди я вижу занимаются спортом и мы обязательно обязательно с вашей поддержкой мы там прогуляемся вместе с вами про что вот я вам говорил да смотрите что здесь идет железная дорога здесь ездят поезда и мне вообще нам вот такая территория пляжей нам не нравится почему потому что ты лежишь отдыхаешь и всегда у тебя чих пых чих пых постоянно под носом пошлите и так мы начинаем спускаться вот видите такой достаточно крутой спуск вот мы даже все бежим ой что-то так шумит сильно это вот видимо да так ребята что это вода какая какая-то вода ливневая или каких-нибудь очистных сооружений пишите пожалуйста в комментариях делитесь своей версия но кто знает конечно делитесь именно правдивой информации да так ну что мы с вами попадаем ребяточки вот на такую береговую линию а я конечно не знаю насколько здесь комфортно не комфортно купаться но галька можете да сразу заметить галька она очень очень мелкая вот такие вот волнорезы возможно с вами немножко по экстремалим и прогуляемся так а давайте теперь начнем двигаться с вами туда вперед так смотрите здесь есть схема и вот по 31 мая вот пляж не функционирует и вот такая схема пляж бытха 100 метрах получается отсюда значит мы получается попали еще не на пляж бытха а какой-то немножко другой значит значит сейчас найдем через 100 метров будет именно этот пляж я с вами хочу сгонять на волнорез да здесь они конечно такие мощные до относительно даже адлера в адлере они такие все разбитенькие не очень он туда девушка пошла и наверное мы с вами тоже туда прогуляемся я пойду схожу с мамой стой с мамой стоит и со мной не идешь с мамой стой давайте пойдем посмотрим как бахает море пирс вот здесь сюда мы можем увидеть относительно говорю это и эмеретинки до сириуса моря там где вот эти волнорезы она всегда какое-то мутное и грязновато так кто отдыхал ребята на этих пляжах пишите как вам тут но я не уверен что здесь как-то кайфово отдыхать блин здесь наверно классно когда шторм наверное я сюда как-нибудь приеду поснимаю когда будут здесь сильнейшие волны да и будет прям вообще прикиньте как они разбиваются вот даже сейчас да можно заметить а когда море штормитом хотя бы три балла то здесь наверное очень-очень классно так давайте попробуем дойти возможно я намочу ноги возможно не намочу но попробуем дай убивать как скользко слушайте скользят ноги ладно мы попробуем и поедем домой да вот сейчас волна ба пахнет все короче я помыл ногу слушайте да жесткая волна такая небольшая была но меня уже накрыла ну ладно а ее какая идет татара тата вот это сейчас накроет вот так вот так вот сейчас будет видно нет не бабахать почему ты именно она меня бабахнула я не успел даже не подойти она меня зачерпнула да ну что ладно пойдемте дальше блин волна накрыла сильно короче ребята вот так вот во время съемки вы просто барой бывает а так вот промокая то что с вас давайте лайк обязательно лайк ставьте этому выпуску и показываете своим друзьям давайте дальше продолжим гулять в ту сторону так в общем ребята здесь пока вот такая атмосфера все заколочено где-то закрыта ралетами где-то вот так вот лежит эта вышка забитые забито все досками но до межсезонье все таки сами понимаете блин я конечно не понимаю такие пляжи вот вообще не понимаю мне кажется здесь максимально как бы не очень здесь рисоваться летом хотя пишите пишите в общем свое мнение мне очень интересно будет в комментариях почитать особенно от тех людей которые здесь отдыхали которые здесь отдыхали как вам я надеюсь что те кто кто-то будет смотреть обязательно ответит ну что здесь ну конечно если администрация пляжа смотрит выпуск я очень конечно надеюсь что все вот это вот будет подкрашено придастся свеженький вид свеженький вид а еще знаете вот я сейчас иду и мне дискомфортно и немножечко даже обидно меня накрыла волна но она меня накрыла настолько настолько несправедлива что правую ногу мы полностью все намочила а вот левую не намочила и очень-очень дискомфортно так пойдемте на следующий с вами сходим волнорез ой здесь вообще прям вот в море понакидывали видимо вот на этом участке бьет сильная волна так вот отсюда уже начинается мокрый волнорез там видим что волны заходят давайте просто с вами я вам покажу да ну не нравится мне ребята это искренне история когда вот такие штуковины тут а как тут купаться кто-то как тут что ли надо купаться или или как ну вот в общем пишите в комментариях на мне очень интересно как здесь летом и если вот вы здесь отдыхали делитесь пожалуйста своими своим впечатлением вот такого от такого пляжного отдыха там уже виден венин центральной сочи морской порт на здесь открывается интересные виды так ну пойдемте дальше посмотрите вот в этой получается части если там еще есть какое-то ограждение то здесь вообще нет никакого ограждения и в случае если вы наступились что падать достаточно высоко-высоко и я думаю что будет больно поэтому ребятки если вы с детьми вот так вот обязательно за руку обязательно за руку так но мы можем с вами вместе наблюдать что здесь сейчас работает трактор трактор значит здесь готовится к сезону видимо будут строить продолжать строить пляж и возможно и вот уже готовится к обустраиванию и к сезону да но здесь уже получается я не знаю как дальше пройти ребята но смотрите здесь начинается вот такая грязь забора нет мы с детьми не пойдем туда дальше потом забор а вот дальше за забором начинается уже пляж имени а вот это санаторий орджоникидзе а вот это вот вот это это как раз и пляж выхта ну в общем жду ваши комментарии ребята так ребята ну дальше пройти получается на с вами не получится не получилось поэтому я предлагаю спуститься к пляжу посмотрим здесь какая в упор галька но здесь вот можно увидеть прям обрыв очень резкий очень резкий обрыв но галька классная она настоящая она родная не то что вы мире тинки но конечно лучше в любом случае это песчаные пляжи либо мелкие прям самая-самая мелкая галька здесь прям смотрите вот с детьми ну с детьми наверное здесь интересно опять таки да при условии если здесь будет чистое море потому что здесь наверное вода особенно прогревается да как вы считаете в комментах пишите но мне так кажется что вот волна получается заходит через эти отбойнички да и здесь вода в любом случае будет теплее чем за вот этим бетонным волнорезом и в принципе в принципе ребята ну тут не глубоко вроде как я вижу вот такой пляж вот такой пляж вот вот я не знаю сколько здесь летом людей собирается да возможно много возможно здесь тоже все битком но по мне так по мне лучше присмотреть какой-то другой пляж и сами видели сколько нужно прошагать по вот этому серпантину да и попасть летом я не знаю ребят что скажете что думаете я думаю на этом мы с вами выпуск завершим вот я показал вам пляж и быхта которые находятся возле санатория заброшенного санатория орджиникидзе дальше пляж ну в целом в целом они вот одинаковые да вот мы проходили сами на волнорез и могли заметить что принципе все одно да потому что скажете как думаете делитесь выпуском в свои социальные сети на совсем скоро будет 5000 подписчиков на канале классная цифра такой маленький юбилей именно с вашей помощью мы можем это ускорить если вы сделаете репост данного выпуска в свои социальные сети приглашайте на канал своих знакомых своих родителей возможно своих детей и смотрите смотрите получаете обзоры получать самую свежую информацию и путешествуйте вместе с нами я с вами прощаюсь до новых выпусков и увидимся с вами уже завтра всех обнял всем пока